День астролога «Звезды обмануть» сегодня нам расскажет астролог Светлана Снеговская. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас сегодня здесь в студии. Взаимно. Расскажите нам, ответьте скептикам, действительно ли астрология — это лженаука? Стоит ли ей доверять? Ну, начнём, наверное, с того, вообще с какой просьбой и с каким запросом хочет человек обратиться к астрологу. Какую свою проблему или задачу он хочет решить? Лженаука или не лженаука решать каждому, я никого переубеждать не буду. Я астрологией профессионально занимаюсь четыре года. Я знаю, что последние два десятилетия точно астрология набирает обороты, нереальные обороты, она становится популярна. Без неё многие бизнесмены, те же самые политики уже и не делают шага. Психологи, да, они утверждают, что к астрологу чаще всего обращаются люди, может быть, не совсем уверенные в себе, да, которым нужно подтверждение чего-либо. Но, опять же, я повторюсь, я как человек, который уже занимается годами, собственно говоря, этой профессией, я понимаю, как она может помогать людям. Это направление существует издревле. Очень издревле, да. Она связана и с мифологией, она связана и с астрономией. Это мы сейчас все очень умные, у нас есть интернет, а раньше этого всего, естественно, не было, да, и люди только по звёздам и могли определить, как растения растут, да, какая урожайность будет. Что с человеком происходит, какие у него есть таланты, предрасположенности. И даже сейчас, в принципе, многие люди, они несколько потерянные. Они не понимают, в каком направлении им лучше двигаться. Они не понимают, какие им необходимы свои таланты, например, проявлять в обществе для того, чтобы быть популярным, известным или просто счастливым. Мало того, что мы не понимаем себя, мы не понимаем и окружающих, мы не понимаем своих детей, мы можем только с призмы своего восприятия на них посмотреть. Мы не понимаем своих родителей или, может быть, там, мужей, жён. И астрология, за что я её очень люблю и чем мне она лично тоже помогает, тем, что ты осознаёшь свои истинные потребности с помощью её. То есть ты получаешь как будто свой астрологический паспорт, но если, допустим, брать вот именно натальную карту взрослого человека, это примерно 28 страниц, я в PDF-формате делаю, где чётко расписано, какие качества у тебя есть, что для тебя нормально, что лучше изменить с помощью других специалистов, к примеру, для того, чтобы тебе легче дальше работалось, училось, жилось, существовалось, развивалось, зарабатывалось и так далее. Когда вы работаете с натальной картой, изначальные сведения о человеке, они какие? Дата рождения, знак заделок? Обязательно. Дата рождения, место рождения и точное время рождения. Интересно, а как это работает? Вы математически выстраиваете, основываясь на вот этих данных, жизнь человека? Сейчас, опять же, гораздо всё проще. Если раньше астрологи это всё чертили вручную, сейчас есть специальные профессиональные астропроцессоры, куда забиваются эти данные, и проводится анализ. Но это не так, что мы просто, как в интернете, есть бесплатные источники, да, где ты вёл, и тебе вроде бы выдали информацию. Рандомно там абсолютно. Да, мы же понимаем, что всё, что идёт из интернета и бесплатно, но это может пройти мимо тебя. Поэтому, собственно, и такое мнение-то складывается об астрологии, что это лженаука, и что это вообще недействительно. Когда приходит человек, ты смотришь в его натальную карту, то есть строишь, да, на астропроцессоре, у тебя появляется такой слепок небесной картинки в момент рождения этого человека. Она не меняется, неважно во сколько, в 10 лет ты сделаешь натальную карту или в 35. Вот перед астрологом есть конкретная твоя характеристика, опять же, да, что тебе присуще, какие качества, где тебе лучше работать, как ты будешь учиться, какие у тебя взаимоотношения будут с родителями. Всё это уже заложено с папой, с мамой, с женой или с мужем, какие у тебя будут отношения, да. А могут ли звёзды обмануть? Ну вот смотрите, я практикую астрологию четыре года. У меня уже свыше тысячи клиентов. Ни один ещё не сказал, что, Светлан, ну это не про меня. То есть максимум, знаете, 89%, по-моему, мне писали. Светлана, ну 89% про меня. Опять же, я всегда делаю такую поправку в натальной карте, что это описание человека с рождения. Я же вижу именно с рождения, да. Если этому человеку уже 40 лет, к примеру, он же этот определённый период жизни уже прошёл, у него были определённые учителя, да. Он, может быть, изучал психологию уже, может быть, он уже изучал духовность. И многие моменты в своём характере он проработал. Поэтому я прошу обращать внимание не только на себя в настоящем моменте, но ещё анализировать, допустим, прошедшее время и будущее. Когда мне в своё время, мне было 28 лет, сказали, что, ну как бы мне лучше бы быть астрологом, чем работать, на тот момент я работала менеджером. Ну я так поражала плечами, думаю, ну мне всегда это нравилось, но чтобы я прям пошла и этим работала по этой профессии, нет. Но опять же, когда я пошла в декрет, и у меня появилось свободное время, я подумала, чем бы я хотела заняться. Ну, наверное, тем, что мне интересно, астрология. Астрология. И вот уже 4 года я занимаюсь профессиональной астрологией. В 28 же я не могла об этом подумать. Среди ваших клиентов действительно какие-то неуверенные люди или довольно выдающиеся, которые просто хотят понять, как им жить в этом мире, как зарабатывать деньги, если это предприниматели, или если говорить просто обычные, там, выйти ли замуж мне за этого человека или не стоит. Действительно ли карта звёздного неба, она может подсказать, что делать? Разные клиенты. Есть, ну, в принципе, я люблю честно работать с людьми, которым уже за 30. То есть начиная от 30, потому что это рубеж взросления. Человек начинает уже более-менее осознавать, что всё, что происходит в его жизни, связано только с ним, и он несёт полноответственность за это. Не родители, там, не коллеги, не однокурсники, не кто-либо ещё. Чем осознаннее человек подходит к информации о себе, тем лучше для каждого, и для астролога, и для клиента. Это может быть мама в декрете, которая действительно ещё не понимает, чем бы она хотела заниматься. Она знает, что у неё есть, ну, примерно 3 года свободного времени, да, и это прекрасное время для становления в профессии. Я многим об этом говорю. Это может быть предприниматель, действительно, который хочет вложить деньги в, как ему кажется, перспективное дело. И по астрологии, с помощью астрологии можно посмотреть, будет действительно оно для него перспективным, или он понесёт какие-то убытки. То есть были такие ситуации, когда люди приходят за прогнозом, я говорю, ну, нежелательно, например, да, там финансовые риски, ну, это может понести за собой финансовые риски. Человек всё равно вкладывает, там, потом пишет 200 тысяч минус. Я говорю, ну, ничего, это ваш опыт, это опыт, нет ошибок, есть опыт. Могут приходить действительно, чаще всего, конечно, женщины обращаются. Мужчины, они очень скептически к этому относятся, но потом, когда читают те же самые натальные карты жён, им становится интересно, и приходят потом жёны, ещё мужьям заказывают в подарок натальные карты. Женщина может тоже прийти, допустим, понять, как ей лучше найти подход вот в семье, к мужу или к детям. Детские натальные карты очень актуальны. А есть, исходя из вашей практики, конкретный пример, кому натальная карта помогла, кому помог астрологический прогноз ваш? Я думаю, что… Самый яркий, может быть, пример. Самый яркий? Ну, вот так прям сходу. Мне кажется, они помогают, на самом деле, абсолютно всем. Единственное, что вот я делала, наверное, год назад прогноз на год для женщины, и она мне сказала, что, ну, вы меня ничем не удивили. Я, в принципе, и так понимаю, что у меня это будет, там, рождение ребёнка, переезд был, ну, как бы не такие прям события, которые происходят каждый год у каждой женщины. Но она как-то так к этому отнеслась, это вот, наверное, единственный был в моей жизни вообще случай профессиональный. Чаще всего, конечно, я, опять же, говорю о том, что натальная карта — это, как правильно-то сказать, это не панацея от всех проблем. То есть по натальной карте вы можете увидеть, что вам стоит исправить. Это подсказка. Это подсказка, да, дальше у вас будет кропотливый труд над собой, и в том, и в работе в том числе. Если я вам говорю, что вам лучше идти работать тем-то, тем-то, да, для этого вам нужно такие-то навыки приобрести, это не говорит о том, что у вас по щелчку после натальной карты это всё произойдёт. Это просто инструкция к дальнейшим действиям. Но, по крайней мере, вы будете понимать, в каком направлении двигаться, а не вот это вот, наверное, пойду вот здесь отучусь, может быть, потом ещё туда, а ещё вот сюда денежки вложу, может быть, вот здесь у меня стрельнет, да, и так далее. Светлана, многие из нас, начиная от утра с гороскопа, стоит ли ему доверять, прислушиваться, или это вот как бы максимальная неправда? Очень часто мы говорим на эту тему и по телевидению в том числе, что общие гороскопы, они на то и общие, да. Я уже неоднократно говорила о том, что в натальной карте, а мы всё-таки на неё делаем акцент, да, и вообще в каждом человеке, очень важен не только знак Зодиака, под которым он родился. Я водолей, вы по знаку Зодиака кто? Скорпион. Скорпион, да. У вас может быть асцендент, например, где-нибудь в Рыбках, а большинство других планет, их всего 10 основных, которые мы рассматриваем, они могут быть в Деве, например. Асцендент — это что? Асцендент — это основной восходящий дом называется, то есть с него начинается вся натальная карта. И он задаёт тоже очень много характеристик для человека, в том числе, как мы видим друг друга, вот мы незнакомы, у вас обо мне одно впечатление складывается, у меня у вас там другое, да, впечатление складывается. И это может быть совсем никак не связано со Скорпионом или с Водолеем. И это тоже имеет значение. То есть это в комплексе должно рассматриваться? Это должно быть, если вы хотите прям, чтобы детально было, вот у вас какое-то важное мероприятие, да, и вы хотите точно знать, как оно сегодня пройдёт, как вам нужно себя вести. Например, то общий гороскоп здесь не поможет. Но если вы понимаете, что какие-то там подсказки, многие люди всё равно какие-то подсказки для себя там ищут. Я в том числе, когда составляю общий прогноз, я смотрю, всё равно мне интересно, так, Водолей, ага, на этой неделе, например, надо так-то, так-то. Всё, я всё равно для себя тоже делаю какие-то заметки. Но всё же общий гороскоп — это больше развлечение. Да, не нужно к этому относиться, как к стопроцентному, там, гаданию, очень многие любят, да, про гадание говорить. Нет, астрология — это не шоу-битва экстрасенсов, не нужно это связывать там с магией или с эзотерикой. Да, это определённые предсказания и подсказочки, но это не говорит о том, что нужно сто процентов следовать всему, что говорит астролог. По крайней мере, то, что касается общих гороскопов. Важное астрособытие — это переход Плутона из козерога в Водолей. Вот такая трансформация, она чем чревата для нас, повлияет ли на нашу жизнь, потому что многие в это верят. Ну вот те, кто особенно в это верят, им я в большей степени хочу пожелать не засиживаться в зоне комфорта, не засиживаться в тёплом болотце, в котором нам очень нравится сидеть. Плутон сама по себе планета трансформации. Она не любит ленивых, она не любит трусливых, она не любит постоянных людей, да, которые вот всё стабильно. Не выйду никуда, не буду ничего делать, мне и так хорошо. Козерог, да, это планета больше, которая про контроль, про стабильность всё-таки, а Водолей — это совершенно противоположный знак. Здесь всё будет нестандартно, здесь всё будет необычно, здесь всё будет незаурядно. И чем больше мы будем выходить вот в эту вот линию, тоже люди, да, то есть больше впускать в свою жизнь чего-то нового, интересного, пробовать новые профессии, например, выходить за рамки привычного, тем нам будет проще. Если этого не делать, но в любом случае нас судьба и жизнь будет к этому подводить. Только каким образом — это уже другой вопрос. То есть я правильно понимаю, сейчас наиболее благоприятный период для чего-то нового, если мы говорим в общем? Да, безусловно. То есть это благодаря тому самому вот переходу? Переход. Сегодня, да, день равноденствия. Это про что? Вообще раньше, ещё, наверное, сотни тысяч лет назад разные народы мира, они торжественно встречали этот праздник. Это праздник Солнца. Считалось, что да, весна побеждает зиму, да, день побеждает ночь. И в этот период как раз-таки, это же ещё называется, почему День астролога принято в этот день отмечать? Потому что Солнышко входит в первый знак Зодиака Овен. Начинается как бы новый астрологический год. Поэтому всё, что сегодня будет заложено у нас в мыслях, в желаниях. Вот вы вышли на улицу, там, защурились, посмотрели на Солнышко с чистыми помыслами, с чистым сердцем, искренним и добрым. Загадайте какое-нибудь желание. Оно с большей вероятностью сбудется. Вселенную услышат, звёзду услышат. Да, Овен — это же знак старта, динамики, где-то экстрима, конечно, движения, энергии. Вот в этот день не только считается, что природа пробуждается как будто от зимы, но ещё и люди пробуждаются из пячки. И поэтому вот как раз-таки сегодня и нужно что-то планировать, то, что бы вы хотели в дальнейшем. Если бизнес, то начинайте со слов, что «я становлюсь, там, таким-то, таким-то человеком». И ещё я, наверное, каждому хочу пожелать, знаете, вот мы все много загадываем для себя чего-то. «Я хочу такую-то работу, я хочу такого-то мужчины, я хочу такую-то машину, я хочу такой-то дом». Вы пожелайте стать тем человеком, который может это обрести. Потому что я по своей практике в работе вижу, что многие люди много чего хотят, но они на самом деле к этому не готовы. Пожелайте каждый день становиться на какой-то процент лучше, чем вы были вчера. И тогда вы как можно быстрее придёте к своей цели. Спасибо большое, Светлана. Время пролетело стремительно, мгновенно. С вами говорить бы и говорить, но, к сожалению, время подходит к финалу. Спасибо вам сегодня огромное за то, что вы пришли и рассказали нам столько подробностей про астрологию. Спасибо, что пригласили. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была астролог Светлана Снеговская.